Привет всем! Не так давно я гулял по рынку, по электронике, и также пустил несколько выставок. Нашел вот такой девайс, это голографический вентилятор-проектор. Довольно-таки необычная вещь, но вещь опять-таки специфическая, которая подойдет главным образом для тех, кто занимается рекламой, либо для тех, кто занимается бизнесом и хочет как-то выделить на фоне обычных вывесок. Выглядит упаковка вот так вот. В комплекте идет сам голографический проектор. Это версия, которая использует карточку памяти, расположенную вот здесь. Также есть версия, которая обновляется через мобильное приложение, но она стоит в разы дороже, хотя непонятно почему. Так как схема, по идее, не сложная, и вообще стоимость этого девайса должна быть ниже. Но, просмотряя различные источники, цена везде примерно на одном уровне, где-то выше, где-то меньше. У человека, которого я это взял, она как бы более-менее на таком уровне, неплохом. И по заявлению его, у него идет все прямо от производителя. Так вот, в комплекте, кроме самого голографической штуки, идет вот источник питания. Крепление на стену. Кстати, это устройство не выглядит как водозащищенное, поэтому, скорее всего, нужно использовать в помещениях. Так как, если использовать для наружной рекламы, то очень велика вероятность, что попадет сюда вода. Так как здесь имеются вот такие вот щели. Можете увидеть. Также в комплекте есть пульт, который запускает и останавливает. Ну, в принципе, это все. Ничего такого специфического нету. Для того, чтобы запрограммировать имеющееся, как бы, то, что вам показывает, нужно установить соответствующее программное обеспечение. Но давайте посмотрим, как это вообще выглядит и, как бы, насколько это актуально, насколько это может быть интересно конкретно вам. К сожалению, у меня подходящей стойки для установки его нету. Есть статив, но я не думаю, что там удобно будет все это дело закрепить. Поэтому я все покажу у себя в руках. Подключаем девайс вот сюда. Будет, вот, видите, потихонечку включается. И, чтобы дальше запустить, мы просто нажимаем на кнопочку. Вы сейчас можете видеть совершенно разные изображения. Камера немножко затемнится, так как она автоматически стабилизируется под уровнем насыщения. Но вы сейчас можете видеть. Как вы можете понять, оптимальнее всего данная штука подходит именно для использования в более-таки затемненных местах. Но, в принципе, даже при дневном свете вид очень плохой. Вот такой вот девайс, довольно-таки интересный. В первую очередь, как вы поняли, это в первую очередь рекламный инструмент. Обычным людям он вообще не нужен. Но людям, связанных с рекламой, для людей, которые хотят выделить свой бизнес, чем-то отличаться, то очень неплохо. Особенно, если сзади будет находиться какой-то фон или что-то происходить, то есть поставить на какой-то стойке повыше, чтобы люди случайно от него не поранились. Он может произвести действительно вот такой вау-эффект и привлечь внимание людей. Ну, как-то так, извиняюсь за свое состояние, я сейчас немножко болею, как-то еле живой, порой не провалялся. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, как-то так. На самом деле, это видео было снято 6-7 месяцев назад, сразу как только я их нашел. Но тогда я договорился с другом, что я попридержу это видео, что называется, сделаю небольшое эмбарго на выставление этого видео. И сейчас пришло время, чтобы его аппликовать и сделать доступным. В принципе, разновидностей этих вентиляторов очень много. Есть поменьше, есть побольше, есть те, которые полностью управляются только с телефоном. Есть варианты, где нужно все изображения запрограммировать и управлять при помощи пульта. Есть с двумя лопастями, есть с четырьмя лопастями, есть просто огромные вентиляторы. Есть вентиляторы, которых можно использовать, чтобы выстроить из них огромный блок и показывать одно изображение, переходящее в другое. То есть сделать огромный-огромный экран из нескольких вентиляторов. В принципе, вы все эти варианты сможете увидеть в конце видео. Отправлены они от китайцев, от поставщика. Кроме того, при желании вы их также можете заказать. Ссылку на свои контакты я оставлю внизу. Там будет моя почта, там будет мой e-mail и мой ватсап, естественно. Почту и e-mail я стал путать, немножечко утомился. Сейчас где-то 11 часов вечера, я только домой пришел, чтобы записать это видео. Я думал, что у меня будет больше свободного времени. В итоге свободного времени стало даже меньше. В общем, если есть вопросы, то оставляйте в комментариях. Если хотите заказать их, то пишите мне. Цены от 100 долларов. В общем, всем спасибо и пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок